На посту президента Украины Зеленский находится два месяца. Он до сих пор имеет высокую планку поддержки избирателей. Но давайте посмотрим, что такого обещал Зе украинцам. Наверное, каждый из нас помнит предвыборное обещание Зеленского. Прыды вы сна, будем саджаты. Зе так часто упоминал словно известных свинарчуков, которые, согласно журналистским расследованиям, наварили миллионы на армии, продавая в три дорого запчасти. Однако, как видим, весна прошла, а коррупционеры на свободе. Более того, за президентство Зеленского оправдательный приговор получил коррупционер мэр Одессы Труханов, которого обвиняют в присвоении 185 миллионов по делу завода Краян. Евросоюз снял санкции с кровавого диктатора Януковича. Кому на фашистская Россия вернулась в Пасе. На все это можно сказать, что, увы, у Зе не было полномочий. Но зачем тогда обещать про весну и посадки, когда ты знал, что у тебя не будет полномочий на тюремный срок для коррупционеров. Хотя был один вопиющий случай, когда Зеленский под особый контроль взял дело убийства пятилетнего Кирилла Тлявова, которого убили пьяный полицейский Переяслав в Хмельницком 31 мая. Мы все слышали про эту трагедию, которая произошла в Переяславе в Хмельницком. Там получил кульовое поранение маленький хлопчик, 5-летний, 2014 года, народжение. И он пребывает на штучной вентиляции легень. И сейчас ведется разговор о том, что нужна вообще помощь для закордонных фахистов. Власне, Владимир Зеленский взял это вопрос под особый контроль. Если это будет нужно, он дает фахистов нужных, и эта помощь будет дана хлопчику. Потому что мы все прекрасно розумеем, что такая поведенка правоохоронцам просто неприпустима, потому что украинцы ожидают, что правоохоронцы будут им допомогать, а не то, что такая недбалість может стоить жизни и здоровье не просто людей, а даже детей. Особенно детей. Но к чему привел этот особый контроль Зе? Кто получил тюремный срок за убийство ребенка? Почему Аваков не написал заявление об отставке? Возможно, потому, что Зеленский – его партнер. Особо цинично выглядит то, что экс-начальник полиции Киевской области генерал МВД Дмитрий Ценов, который несет политическую ответственность за убийство пятилетнего ребенка, просто перевелся управлять полицией в зоне проведения операции объединенных сил. Спустя два месяца президентства Зеленского вопросов становится все больше. Как и почему его политические обещания не превращаются в реальные действия? Быть может потому, что команда Безе и не собиралась их выполнять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...